Землетрясение в Турции и Сирии могло затронуть около 23 миллионов человек, в том числе почти полтора миллиона детей. Такие данные озвучили ВОЗ. Общее число жертв бедствия приближается к пяти тысячам человек. Но погибших может оказаться в восемь раз больше, считают в организации. Спасательная операция осложняется труднодоступностью некоторых районов, нехваткой людей и спецтехники. Все мировые СМИ облетели кадры, снятые в Сирии. Беременная женщина, заблокированная в рухнувшем здании, родила ребенка прямо под руинами. Новорожденного вовремя услышали и извлекли спасатели. На кадрах видно, как мужчина выносит малыша в безопасное место. Его передали врачам. А вот мать спасти не удалось. Тело женщины осталось под обломками здания. Это землетрясение самое сильное в регионе с 1939 года. Сейсмологи говорят, что оно даже сильнее бедствия в Армении в 1988 году, когда подземные толчки буквально стерли с лица земли город Спитак. Турция в 1999 году уже пережила аналогичное по силе бедствие. Тогда в Измите к югу от Стамбула погибли свыше 17 тысяч человек. На данный момент число погибших в Турции превысило 3 тысячи. Сколько жизней унесла катастрофа в Сирии, пока точно подсчитать не удается. Официальные данные Минздрава страны сильно разнятся. Пока речь идет о примерно 700 погибших. Сотни мирных жителей погибли в результате землетрясения. И еще неизвестно, сколько тысяч остаются под завалами. Мы делаем все возможное, но нам не обойтись без помощи. Мы против все мировое сообщество поддержать нас. В этом доме проживало 12 семей. Выскочить на улицу не успел ни один человек. Мы даже не знаем, сможем ли найти их живыми. На помощь пострадавшим прибывают спасатели из-за рубежа. Везут спецтехнику, продовольствие, а главное – лекарство. Медикаментов не хватает. Больницы переполнены, а врачи не успевают принимать раненых. Разрушенная войной система здравоохранения оказалась не готова к испытанию. Тем временем в соцсети тронули кадры спасения сирийской девочки Рогат Исмаил. В доме, где жила малышка, погибли сразу две семьи. Двухлетняя Рогат – единственная, кого спасателям удалось обнаружить живой. Девочка почти не пострадала. Ее уже выписали из больницы. Заботиться о ней будет семья родного дяди. Елена Меньшова, Информбюро.